Глава 11 Наш друг Гринфилд, 27 июля 1951 год А это еще кто? Всем привет, друзья, с вами Терминатор Мы продолжаем проходить Мафию Вторую К нам кто-то пришел, пока мы спали Все время спим только в нашем доме Кто это, интересно? Да блин, надо одеться Это моя кожанка Вот она Черная куртка, как у гангстеров Эй, Вито, сто лет не видались Ага Сто лет Чего тебе, Генри? Выпить Возьмем мою машину Пошли Бухнем с тобой, братан Давно тебя не видел Опять я должен рулить Может, ты сам порулишь? Ну, думаю, ты уже в курсе, что Клементо убит Слушай, Вито, я знаю, что Фальконе к этому причастен И я боюсь, что он захочет уничтожить то, что осталось от семьи А мне-то какое дело? Ну да Слушай насчет твоего ухода Клементо с тобой скверно обошелся, да Но он же получил по заслугам, верно? Мне на этого мерзавцу клевать Я бы, кстати, поработал и на Фальконе То есть ты хочешь к нам присоединиться? Да, и раз уж ты на него работаешь Я подумал, может, ты бы замолвил за меня словечко? Да, конечно Мы с Джо поручимся за тебя Спасибо, Вито За мной должок Хочешь к нам присоединиться, да? Что нового? До или после того, как половину наших угробили Ты часом ничего не знаешь о том, что случилось в отеле, а? Понятия не имею, о чем ты Забавно, а то на стоянке грохнули приятеля Джо Но я и решил, что это ваша с ним работа Приятель Джо? О ком ты говоришь? Как его? Пацан, который все ходил к Фредди вместе с Джо? Микки? Майки? Как его там звали-то? Парти, что ли? Да, точно, тот самый Голосочек, как у Мини Мауса Ага, да, слышал Так ты уверен, что вас там тогда не было? Точно уверен? Давай скажем так Мы с Джо в тот день выполняли кое-какое поручение для босса Это все, что я скажу Знаешь что, мне-то без разницы Но сделай мне одолжение, а? Да, конечно В следующий раз придумай что-нибудь получше дурацких усиков У вас, идиотов, за милю было видно Слушай, а давай мы сейчас не будем об этом И вообще не будем Не переживай Ты сделал то, что должен Все-таки спалили нас А нас спалили У тебя было такое чувство, что ты выбрал не ту работу? Честно говоря Не было такого Я только это и умею И умею хорошо Да И по-моему платят гораздо лучше, чем какому-нибудь таксисту Я подумывал убраться из города после этой заварухи в отеле Но куда мне идти? Что делать? А вот потому я и пришел к тебе Так я был твоей последней надеждой, а? Спасибо А кстати, почему ты пошел ко мне, а не к Джо? Слушай Джо надежный парень Но лучше пусть меня порекомендует не он Понимаешь, о чем я? Да Тут с тобой не поспоришь А куда мы вообще едем? В Сокол, понятно Хочет к нам присоединиться теперь Генри Томасино Который раньше работал на Клименте Теперь хочет работать с нами Просит, чтобы мы За него словечко замолвили Посмотрим, что нам скажет Сто процентов мы сейчас едем к Эдди Скарпи Или к Фальконе Посмотрим, что Что он скажет Да какая разница Красный, зеленый Хотя вроде не нарушал правила Ладно, будем дальше не нарушать Это было Минутка глупости Че там? Че там? Кто там орет? А хот-доги рекламируют Давай, давай, давай Зелененький Заграйся быстрее О, менты, менты Где-то за кем-то гонятся Сто процентов Доеду я Небеликой Вот мы уже приехали В Мальтийский Сокол В наш бар Тут зеленый Отлично Здесь мы должны Поворачивать А я за тобой Капец, у него машина скрипит Погоди, так это же у Джо машина Джо, значит тоже здесь Вылази Реально у Джо машина Фару починил Что еще скажешь? Ничего не будешь говорить? Ладно, заходим Эй Привет, Вито Мои деньги у тебя? Я всегда держу слово Разве нет? Вот, держи Не прогуляй все сразу Спасибо Где Джо? Был тут Потом ушел Злой был какой-то Хотя в последнее время он всегда Ну да Не винить же его Послушай, мне надо с тобой поговорить Да, это важно Я занят проблемой с Винчей Он собирается на нас наехать Я не знаю никак, ни почему Я... Мне надо с этим разобраться Да, думаю, тебе надо это знать Ладно, выкладывай, только коротко Один мой знакомый Он работал на Климента Он боится Он не уверен Не начнем ли мы охоту на всех людей Климента Ну надо же Насколько я знаю Пока босс ничего такого не планирует Если только они сами не станут дурить Ладно Так этот парень спросил меня Не мог бы он работать на нас? Да? Кто это? Он твой друг? Мы вместе работали на Климента Настоящий профи Да Ладно, скажи ему, пусть зайдет Ну Вообще-то он уже здесь Вот как Ладно Давай его сюда Эдди Эдди, это Генри Томасино Генри Это Эдди Скарпа Рад познакомиться, мистер Скарпа Никаких мистеров Для друзей я просто Эдди Присаживайся, Генри Так Вита говорит, ты хочешь с нами работать Да, я сейчас вроде как неудел А все, что случилось, меня мало волнует Разумный подход Но сперва скажи мне вот что Климента и Винчи что-то затевают против нашей семьи? Ладно Обычно я свой нос в такие дела не сую Но как-то раз мы с Лукой Гурино были у Лео Галанте И Лука все разорялся о том, что Фальконы занимаются какими-то грязными делами И с этим надо что-то делать По-моему, он хотел настроить Винчи против вас Ублюдок Наверняка он про наркотики Хотя сам замешан в этом по уши Он знает, что Винчи этого терпеть не может Скорее всего задурил старику голову Так вот почему он хочет на нас напасть Мы должны ударить первыми Опять? Слушай, Фрэнк миндальничать не будет Сперва надо убрать Галанте Без него Фрэнку конец Лео? Я не хотел тебя в это втягивать Но никто другой с этим делом не справится А теперь, я думаю, для Генри это отличная возможность показать себя в деле Что скажешь, Генри? Ты готов? Если вы примете меня к себе То да Именно Убери, Лео А ты что скажешь, Вито? Мне было бы куда спокойнее, если бы ты пошел с Генри Для страховки Но тебе не придется никого убивать Просто отвези его туда Дождись и потом привези назад Но если тебе это не по душе Я попрошу кого-нибудь другого Что скажешь? Прости, Эдди, я не могу Лео мне был как отец когда-то Да, я понимаю Похоже, Генри, тебе придется все делать самому Если хочешь, возьми кого-нибудь в помощь Но никто не должен нас заподозрить Лео живет в Хайбурге Ясно, не волнуйся Сделаем сегодня Ладно Тогда до свидания До встречи, Эдди Хорошо, что ты привел его сюда Даже если он напортачит на нас Не подумай Я не думаю, что Генри провалит дело Хорошо Ну что ж, Вито, на сегодня пока все Но заезжай завтра Договорились? Да До встречи, Эдди Нам заплатили Сколько? Три тысячи, походу Потому что у нас в прошлой миссии восемь оставалось Сейчас одиннадцать До свидания, мистер До свидания, мистер До свидания, мистер О, машина Как у Джо Барбары Предупредить у нас задание Погнали На такой машине можно нормально доехать Давай, погнали, погнали, погнали Погнали Да где менты-то были Только что никого нет Убить хотели меня За то, что человека задавил Да ёй Тварь поганая Врезался я Погнали, погнали Нам надо Успеть быстрее, чем Генри приедет Все, что можно На своем пути сломал Менты Идите нахер Тащи кого хочешь Ясно Давай, стойте, стойте Там придурочные менты Ах ты, нихрена Они гоняют За мной Просто они меня догоняют Давай, давай, давай Фух, менты от нас Отстают потихоньку Ёй Пролетели Погнали Уже половина А мы только где находимся Ух ты, нихрена Нам еще сколько ехать Извините Ну, успеваем Лео, только продержись Или Генри Там врежься во что-нибудь Дай мне еще время Немножко доехать Генри Томасину Всякие менты Тут ездят Надеюсь, мы успеваем Главное Без всяких происшествий Можно даже Немножко потише поехать Чтобы доехать Менты Фух, чуть ментов не врезался Проехал Машина Какой Дискарп Ой, какого Луки Гурина Все время Путаю их Давай, давай, давай Быстрее Фух, успели Лео, ты там? Как ты тут оказался, черт возьми Проваливай Пока не попадал Лео, убери пушку Это я, Вито Вито? С чего ты вдруг ко мне заявился? Позвонил бы Лео, нет времени болтать Скорее собирайся За тобой идут Что? Пошли наверх, Вито У меня ноги мерзнут Выпить хочешь? Хочу ли я выпить? Ты что, совсем больной? Итак, что стряслось? Слушай, Фалькона тебя заказал Сюда уже едут Уходи отсюда Что? Это еще с какой радости? Слушай, Фалькона узнал, что Винчи хочет его убрать Потому что Клементе наврал, что Карло торгует наркотиками Наврал? Вито, Карло Фальконе торгует наркотиками Все это знают Клементе пытался выжить его с рынка И Фалькона его убрал А теперь он хочет и от нас избавиться Пока мы не приняли меры Откуда ты это знаешь? У меня свои источники Так зачем ты пришел? Зачем? У тебя что, склероз начался? Потому что тебя хотят убить Хватит болтать, ради бога Одевайся и поехали А почему просто не завалить тех, кого послал Карло? Мы в лучшем положении Они не знают, что мы их ждем Я так не могу Я знаю этого парня Я ему работу и нашел Что? Ты меня заказал? Нет, не совсем Слушай, нет времени объяснять Он вот-вот будет здесь Ладно, жди здесь Я оденусь Черт, поздно они уже здесь Дерьмо Генри не должен меня видеть Прячемся, быстрее, пока он внизу Так Опять стелс-миссия Бегите слева Генри не должен вас увидеть Куда мне надо спрятаться? Может мы поместимся? Ты что, сдурел? Тут есть где-нибудь выход вообще А ведь такой славный денек намечался Вито, что это ты тут делаешь? Все в порядке, Генри, без паники Убери пушку и отошли своих ребят Я все объясню Парни, подождите на улице Если я не выйду через пару минут Вернетесь за мной Садитесь Что за херня тут происходит? Слушай, Генри Лео мой друг, понимаешь? Он помог мне в тюряге Считай, жизнь меня спас И из-за него меня взяли в семью Я честно не знал, что Эдди тебе его закажет Пойми, я не мог его не предупредить Да, но и ты пойми, что я не могу провалить это дело Если я отпущу Лео Фальконе решит, что я его слил И прикончит меня Черт возьми, Генри, я же твой друг Я бы для тебя то же самое сделал Вито, дружба тут ни при чем Это работа И если я ее не сделаю, мне крышка Я не могу его отпустить Я взял контракт, его надо выполнить Если не хочешь смотреть, уходи И не беспокойся, я никому не скажу, что ты был здесь Слушай, Лео мне сказал все из-за того, что Фальконе торгует наркотой Он нарушает правила и хочет убрать всех, кто об этом знает И что? Единственный, кто не нарушает правила, это Фрэнк Винчи и сам Лео А деньги мне платят не они Вито Спасибо за все Но теперь уходи Я прожил долгую жизнь Не рискуй своей шкурой, чтобы подарить мне еще пару лет Нет, Лео Должен быть выход Вито Иди Прости, Вито Я никому не скажу, что тебя видел Главное, уйди незаметно Прости, Винчи и сам Лео Ну, парень, ты мой должник. Что? Малыш. Лео! Хочешь выпить? Что случилось? Мы с твоим другом договорились. Я исчезну. После смерти жены этот город для меня все равно ничего не значит. И я давно хотел перебраться в теплые края. Но сначала давай уберемся подальше, пока твой друг не передумал. Давай, Генри, просто красавчик. Хорошо-то, что у нас есть такой друг Генри Томасино. Лео, Лео, братан. Фига у тебя точила. Я хочу там вот этой. Прям в тапочках, в халате пойдешь? Ладно, Вида. Проводи меня на станцию, если можешь. Мне неплохо жилось в этом городе, но пора и честь знать. Ты туда в пижаме пойдешь? А как еще? Лучше живой в пижаме, чем жмурик в шикарном костюме. Да блин, выехать не могу. Расскажешь об этом Фрэнку? Конечно, расскажу. Но не волнуйся, твое имя я забуду. У тебя и так забот хватает. Спасибо, Лео. Знаешь, все так усложнилось и так быстро, понимаешь? А чего ты ожидал? Что дашь клятву, натянешь красивый костюмчик и жизнь станет малиной? Карло всегда был скользким типом даже для нашей профессии. Я предупреждал Фрэнка сто лет назад. Ладно, и что дальше? Я исчезну, и пусть все идет своим чередом. Сяду на первый же поезд в Лос-Хэвен. Сделаю пару звонков, утрясу дела. А потом возьму билет и улечу туда, где тепло. Завтра в это время я буду сидеть на песочке и тянуть такой коктейль, знаешь, ну, с зонтиком. Если Карло меня заказал, то оставаться здесь все равно, что место в морде застолбить. Это не слишком? Ну, я все равно собирался на покой. Вот ты живешь до моих лет, Вита, и все эти свары потеряют свою прелесть. Фрэнк никогда не извинится. Он драчун. Сейчас он служит молодых горячих, потому что они говорят то, что он хочет услышать. Если хочет поиграть в крутого шерифа и побегать за Карло, пожалуйста, но без меня. Жаль только, что ты в этом завяз. Я сам выбрал, Лео. Ты просто все немного ускорил. И потом, что еще мне было делать? Горбатится в доках, как отец. Кому ты это говоришь, мальчик? Так что ты будешь делать, Вито? Похоже, что ты уже по шейку увез. Ну все, приехали. Спасибо тебе за все, Вито. Только пообещай, что больше не будешь делать таких глупостей. Рисковать жизнью для того, чтобы купить старику пару лет? Хорошего отдыха, старина. Пока, Лео Галанте. Правляйте домой. Машину я у тебя заберу. Моя будет. Зачетно я только отточила. Мне нравится. Ой, погоним, погоним. Светофоров на пути не было. Так мы прям возле дома. Тут ехать-то осталось 3 секунды. 3 секунды до эфира. Упака зеленая, надо проехать. Это случается. Все, светофора больше на нашем пути не будет, насколько я знаю. Поэтому довольно успешно мы справляемся с этой миссией. Довольно быстро, кстати. Что-то машину я в гараж поставлю. Все, домой. Что ты тут делаешь? Вито, я не знаю, что делать. Я не могу вернуться домой. Не хочу его больше не видеть. Смотри, что стряслось? Кого видеть? Эрика. Мужа? Почему? Он бьет и гуляет все время. И он... Он бьет тебя? Нет. Но у него кто-то есть. Я точно знаю. Он тебя бьет? Иногда. Сукин сыну бью. Нет, Вито. Не надо, прошу тебя. Я просто подумала, может ты с ним поговоришь? Он тебя послушает. Я не знаю. У него есть друг. Где-то на Ривер-стрит. Обычно он у него сидит. Успокойся, все будет хорошо. Ну-ну, послушай, когда успокоишься, иди домой. Я поговорю с Эриком. Если этот мерзавец сегодня не придет и не извинится, позвони мне. Думаю, он придет. Хорошо, Вито. Но умоляю, ничего с ним не делай. Не волнуйся. Мы просто поговорим по-мужски, идет. Дети Эрика. В квартире на Ривер-стрит. Блин, я знал, что тут так быстро задания не заканчиваются. Это моя машина новая. Вот это я понимаю, это чила. Мне она вообще, капец, нравится. О, тут даже ехать-то недалеко. Меня уже радует. А то есть такие задания, где надо ехать через всю карту. Где нахер? Да я бы пропустил вас. Чего вы убегаете-то? Что это за зеленое? Я, видимо, куда-то маркер поставил. Хрен пойми, куда, да? Красный. Подкатываемся. Кто это? Свисток делает. Все-таки машина клевая. Поехали, зеленый. И здесь зеленый. Вот это нам прет сегодня. Какую я могу в любую из двух войти? Эй, блин. Телефон звонит. Значит, выше. Что за говно? Хватит здесь танцевать. Идите нахер. Где Эрик? Это черт Эрик. Маш, приятель. Где Эрик, я спрашиваю. Где Эрик? Кто? Эй, хочешь попробовать? Хорошая дуга. Кто его? Капец, тут сценка. Эрик. Эрик. Ты совсем охранил или как? Я занят, не видишь? Провалим. Занят ты должен быть со своей женой. Ясно тебе? Подмузочку еще будем мог гасить. Ох ты, тварь. Бухой еще дерешься, да? Посмотрим, кто кого. На тебе, ублюдон. На тебе, тварина. Мочи. Ты охренел? На тебе, ублюдок поганый. Слушай внимательно. Ещё раз тронешь мою сестру, на ремни порежу. Понял? Да. С сегодняшнего дня будешь сидеть дома, забудешь про дурь, забудешь про выпивку и будешь делать её счастливой. И если я вдруг, вдруг узнаю, что она несчастлива, я тебя найду и закончу работу. Теперь ясно? Да. Так, ребятки, театр окончен. А с этим типчиком никто больше тусить не будет. Никогда. Или я вернусь и с вами сделаю то же самое. Всем ясно? А музыку так и не выключу. Пошли вон отсюда, алкашиня вонючая. Кто-то там вообще спит. Всё, выходим. Моя машина мокнет. Вся краска слезет. Развернёмся. Опа. И попадаем на красный свет. Жаль. Так не хотелось на нём стоять. О, дворники работают зато. Оть, оть. Оть, оть. Рам-пам-пам. Трам-пам-пам-пам. Ура, поехали. Зелёный свет. Зелёный свет. Ой, там зелёный. Погнали быстрее пока зелёный. Я уже понимаю. Капец, ливень просто начался. На улицах вообще почти никого нету. Он что, без зонта ходит? Здесь мы на зелёный благополучно проезжаем. О, блин, нам же туда заворачивать надо. Куда я еду-то вообще? Объезжает меня ещё. Красавочка вообще не врезается. Она на пролом едет. Просто капец, ливень. Просто вообще машина-то едет. Ура, можно теперь домой идти. Блин, я не успел пройти, мне уже звонят. Алло, дворец удовольствий. С вами Джо. Это Франческа. Эрик пришёл домой весь избитый. Ты же обещал, что ничего такого. Может, подрался с кем-то. Сама знаешь, он связался с дурной компанией. Он попросил у меня прощения, Вита. Пообещал, что будет хорошо себя вести. Всё в порядке. Ты же его больше не тронешь, правда? Как скажешь. Но если он тебя хоть раз ударит, он труп. Ты что говоришь, Вита? Я тебя не узнаю. Вообще, держись от нас подальше. Ты меня понял? Просто... Просто держись подальше. Капец. Хотел как лучше. Получилось, как обычно называется. Вот мы дома. Ложимся спать. Всем пока.